вас приветствует видео без лишних слов сегодня интересные ногти и коррекция с помощью салфеток сегодня я делаю коррекцию моей клиентки но то что сейчас на ее ногтях это дело не моих рук это моя одна из самых первых клиенток с которой мы работали более пяти лет потом по определенным обстоятельствам наши дороги разошлись но спустя много лет она вновь у меня на процедуре это была моя одна из самых любимых клиенток и скоро я расскажу почему первое что я захотела сделать увидев ее ногти это побыстрее снять этот ужас материал зачастую я снимаю именно керамикой поэтому беру керамическую насадку с зеленой насечкой без особого давления на ноготь полными движениями сверху вниз снимаю старый материал и зачистив цветное покрытие я увидела что здесь не просто поломка ногтя а глубокая трещина на ногтевом ложе по словам клиентки сломала она ноготь буквально в первые дни после коррекции и отломала не просто длину свободного края а пошли трещины на ногтевом ложе поэтому то что мы сейчас видим это уже отросший вариант сняв излишний объем дорабатываю отслойки с помощью щипчиков снимать материал на этом ногти необходимо очень аккуратно чтобы не подорвать ноготь еще больше поэтому сглаживаю переход и отслойки придерживая при этом отломанный свободный край и расскажу почему такая поломка может случиться сразу после поломки ноготь болел и пульсировал такая поломка может произойти либо в случае физического воздействия например если пришибить палец гаражной дверью либо при неправильной архитектуре ногтей как раз то что мы имеем в данном случае ведь как бы это глупо не звучало ногти можно сломать правильно и неправильно вот при правильной архитектуре ногтей может отломиться лишь свободный край при этом стрессовая зона и апекс будут защищать вашу натуральную ногтевую пластину здесь же как вы видите ногти плоские практически без архитектуры и без формы и как следствие получаются болезненные поломки как видите материал снимается буквально с одного движения то есть материала на ногтях практически нет хотя как утверждает клиентка она заплатила и за укрепление гелем возможно я конечно ошибаюсь поэтому напишите в комментариях как по-вашему и есть здесь укрепление или нет ведь как по мне здесь нет даже выравнивания базой но если совсем по-честному то судить полноценно про качество работы я конечно не могу так как прошло очень много времени и как таковых от слоек у кутикулы здесь нет то есть ногтевая пластина была подготовлена правильно больше всего меня интересовал вопрос дизайна и сейчас я расскажу почему дело в том что моей любимой клиенткой она стала еще потому что у нее был невероятно шикарный вкус на то время мы делали бомбезные дизайны не как начинающему мастеру она была просто подарком судьбы с ней я могла отрабатывать всевозможные техники за одну коррекцию ведь на каждом пальце у нас был разный дизайн кстати если вам интересно посмотреть какие дизайны мы делали более 10 лет назад то обязательно досмотрите видео до конца после полного снятия покрытия дорабатываем оторванный мизинчик болтающийся кусочек ногти я срезаю щипчиками для вросших ногтей щипчики с удлиненным прямым режущим полотном далее необходимо зашлифовать поверхность натурального ногтя обратите внимание что пилочка работает слева направо чтобы не подрывать ноготь на остальных ногтях я предварительно корректирую форму свободного края у некоторых сейчас может возникнуть небольшое возмущение мол что это за форма что это за коготки типа такой формы по правилам не существует на самом деле мы должны делать так как нравится конкретно клиенту они так как написано в наших методичках или каких-то правилах как это было десять лет назад так это остается и сейчас моя клиентка любит остренькие ногти средней длины причем не просто остренькие а капитально острые поэтому по возможности от зоны в роста ногтя к свободному краю я заужаю боковые параллели снимаю глянец поверхности ногтя здесь я зашлифовываю торец и также поверхность повторяю процесс и на ногти указательного пальца заужаю форму свободного края и делаю поверхность шершавой далее сравниваю длинную форму и если это необходимо то корректирую доводя их до идентичности далее перехожу к работе с кутикулой здесь также есть своя необычная особенность для работы с кутикулой я как обычно использую свои любимые хрустальные палочки ссылку на все товары я оставлю в описании под видео это супер классный инструмент который справляется даже с самой сложной и налившей кутикулой но на вид ведь обычная кутикула в чем же заключается ее особенность в самой кутикуле нет никаких отличий разница лишь в процедуре я узнаю свою клиентку по ногтям это точно про меня ведь я помню каждую свою клиентку и какие ногти мы ей делали даже спустя 10 лет и просьбу этой девочки я также прекрасно помню она всегда просила меня не трогать кутикулу просто не срезать ее и это вполне нормально и всегда когда приходят новые клиенты уточняйте что делать с кутикулой не старайтесь делать все как всем делать качественное покрытие можно абсолютно нормально даже без среза кутикулы чтобы избежать от слоек необходимо просто качественно подготовить натуральную ногтевую пластину для этого необходимо очистить ноготь от птеригия для этого необходимо взять алмазную насадку с малым диаметром и заостренным кончиком в моем случае это 021 торнадо с синей насечкой фрезой кутикулу мы не разворачиваем никакую ебочку не образовываем мы просто хорошо оттягиваем кожу и работаем насадкой по поверхности ногтя счищая с него птеригий абразив насадки должен быть свежий и тогда птеригий отлетает прямо кусками переключив аппарат на реверс обрабатываем вторую половину ведем насадку от левого синуса к правому боковому валику а После того, как все ногти отработали, этой же насадкой я прохожусь в месте трещины на натуральном ногте. Алмазной насадкой зачищаю и дочищаю расслоечку натурального ногтя. Это необходимо сделать, чтобы полностью избавиться от трещины и улучшить качество носки покрытия. Далее смахиваю пыль с ногтей. Я показываю способ, которым пользуюсь уже давно. И как недавно я увидела в таких соцсетях, как тикток, что это, мол, такая находка. И что прямо, елки-палки, ктось придумал. Это смешно, потому что я думаю, многие мастера так делали. Просто это не показывали. Ну, типа не показывали, значит не ты придумал. Чтобы лишний раз не протирать ногтевую пластину и не закрывать чешуйки. И в то же время тщательно очистить ноготь от пыли во всех труднодоступных местах. Плюс дополнительно подсушить ногтевую пластину. Ногти орошаю спиртом или дегидратом. Затем той же щеткой начинаю шуршать по ногтям. Щетка должна быть средней жесткости, иначе клиент сбежит от вас. Затем я беру дегидратор. У меня от венолиса. Дегидратор наношу на ноготь и около ногтевую кожу. Высыхает он моментально. При этом временно подсушивает ногтевую пластину, убирая лишнюю влагу. Если ручки склонны к гипергидрозу, то есть повышенной влажности, дегидратор следует нанести несколько раз. Для укрепления длинных ногтей, вначале как подложку, я использую rubber-базу от Patrisa Nail. Это хорошая база средней вязкости. Тщательно отжимаю кисточку. Она должна быть полусухой. Средним слоем, втирающими движениями, наношу материал на натуральную ногтевую пластину. Не забываю контролировать затеки. Делайте отступ от кожи буквально 1 мм. Уголком кисти прохожусь вдоль кутикулы боковых валиков и запечатываю торец. Особенно, если ногти слоятся. Вроде все ногти покрыли и можно переходить к наращиванию, но не все так просто. Ведь у нас еще есть поломка. Как я и говорила, корректировать такую проблему буду с помощью обычной бумажной салфетки. От салфетки отрезаю небольшой кусочек по размеру поломки. Так как салфетки двухслойные, разделяю. Ведь мне понадобится лишь один слой. Поломанный ноготь покрываю средним слоем базы. На непросушенную базу выкладываю вырезанный кусочек обычной бумажной салфетки. Салфетку поправляем. Она пропитывается материалом. И уже вот эту конструкцию отправляем сушиться в лампу на одну минуту, на то время, сколько обычно сохнет ваша база. После просушки я повторно прохожусь базой и пропитываю в том числе и свободный кусочек. Сушим в лампе. После просушки можно переходить уже и к донаращиванию недостающей длины. Для этого я буду использовать жидкие типсы. Подбираю подходящую по размеру, чтобы она перекрывала зону в роста ногтя. Далее беру акрил гель. На внутреннюю часть типса выкладываю небольшую горошину. Кистью смоченной в спирт жидкости расплющиваю. И растягиваю материал до нужной длины и формы. Материала совсем немного, ведь мы донаращиваем лишь длину, не формируя при этом архитектуру ногтя. Прикладываю типсу к ногтю на 2 трети ход кутикулы. Аккуратно прижимаю и фиксирую фонариком буквально 15-20 секунд. Переворачиваю пальчик и поправляю материал, если образовалась ступенька. После ноготь просто досушу в лампе. То же самое делаю с остальными ногтями, где не хватает длины. Приложив типсу, фиксирую материал фонариком около кутикулы 15-20 секунд. Затем перевернув, поправляю ступеньку и досушиваю в лампе. Здесь может возникнуть логичный вопрос, почему нельзя было сделать донаращивание верхними формами, чтобы сразу выстроить архитектуру. Дело в том, что на этих ногтях будет объемный дизайн. И лишний объем здесь не нужен, поэтому архитектуру мы будем выкладывать вместе с формированием дизайна. Кстати, когда поправили ступеньку под ногтем, оттягиваем кожу и фиксируем фонариком 10 секунд, чтобы кожей снова не сдвинуть материал. После полной просушки снимаем жидкие типсы и переходим к опилу. Донарущенные ногти пока еще плоские, но архитектура нам пока не важна. Поэтому опиливаем свободный край по форме, подгоняя под остальные ногти. Также убираем ступеньку материала в переходе у кутикулы. И ноготь готов к дизайну. А пока укрепим и подготовим остальные ногти. Для этого я буду использовать камуфлирующую базу от реформа цвет каканат white. Так как на этих ногтях любой материал носится хорошо, потому что ногти хорошей прочности. Чтобы не сглазить, поэтому сделаем небольшое выравнивание с выкладкой архитектуры с помощью этой базы. Здесь ничего особенного. Покрыли тонким слоем, добавили объемную каплю, стянули туда, стянули сюда и еще сюда. Тонкой кисточкой поправляем, подводим, корректируем. И перевернув пальчик, выстраиваем зону стресса и апекс. И уже теперь можно переходить к рисовашкам. Сегодня я буду использовать мой самый любимый цвет. И мой самый любимый гель-лак. Фирму номер видите на экране. Это яркий, сочный, неоновый, розовый. Это реально один из самых любимых. Потому что второй это такой же, но оранжевый. Гель-лак хорошо пигментирован и приятной консистенции. Он хорошо самовыравнивается. И плотно ложится на ноготь в один слой, даже без молочной подложки. Так как моя клиентка нашла несколько ногтей, которые ей понравились. Мы в очередной раз будем создавать и соединять все в одно. Поэтому здесь я действую сугубо по указке моей клиентки. Кстати, самые внимательные найдут подсказку и узнают, как ее зовут. А ты заметишь? Если да, пиши в комментариях. Подсказка будет на ногтях. Как и я, она тоже любит блесточки. Поэтому беру еще один близкоучий гель-лак от Дол. Такой он перламутрово-розово-фиолетовый. И наношу на ногти с розовой подложкой. Этим же цветом покрываю ногти, где еще нет архитектуры. И не сушу в лампе. Теперь беру цветную слюду. Ну, по крайней мере, оно продавалось под названием слюда. А по факту это, конечно, больше похоже на нарезанное битое стекло. Оно такое красивешное, переливающееся. Короче, просто мечта-сказка. И вот это битое стекло выкладываю на непросушенный гель-лак на те ногти, где еще нет архитектуры. А еще сверху присыпаю блесточками. Ну, для полного счастья. Стряхиваю остаточки и сушу в лампе. Теперь это все закрепляю каплей прозрачного геля. Этим же гелем и выстраиваю архитектуру. Кручу, верчу, запутать хочу. Ну и сушим в лампе. Теперь остается снять липкость и провести поверхностный опил, чтобы убрать все торчащие кусочки и шероховатости. Еще элементом декора на других ногтях будут черные полоски. Для этого я буду использовать идеально черный гель-лак от BornPretty. И длинную хрустальную кисть Liner. Эта кисть отлично подойдет для прорисовки тонких длинных прямых линий, а также для улыбки Френча. Она реально рисует практически за вас. Чтобы линии были прямыми, ровными и идеальными, ваша рабочая рука должна иметь упор. Рука клиента также должна фиксироваться. Иначе ваши ручки будут трястись, дрожать и ничего из этого ровного не получится. Одни полоски пошире, другие потоньше. Но несмотря на то, что наши руки зафиксированы, ручки-то у меня все равно дрожат, потому что работаю я в очень неудобной позе, глядя в камеру. Но вроде как все получилось, поэтому отправляем сушиться в лампу и остается лишь перекрыть эту всю красоту топом. И ты же не переключайся, ведь я сейчас покажу, какие мы делали ногти 10 лет назад. Но на тот момент мне казалось, что это очень красиво. Это одни из самых первых моих ногтей. Ну и дальше по нарастанию. Кстати, обратите внимание сейчас на вот это вот кольцо. Это то самое кольцо, которое я реставрировала 10 лет назад и буквально недавно делала это второй раз. И вот сейчас вы видите тоже кольцо после реставрации 10 лет назад. А что с ним случилось за 10 лет и на какое кольцо я его переделала, вы можете посмотреть в видео, которое сейчас всплывет справа сверху в углу экрана в подсказках. Ну и как вы видите, ногти были все разные. С лепкой, со стразами, с вензелями, с надписями и картинками. Веселые и супер нарядные. Кстати, не забывайте про подсказку с именем моей клиентки. А вот теперь со спокойной душенькой можно посмотреть и полюбоваться тем, что сегодня мы сделали. Если честно, то мне очень нравится. И форма, и длина, и дизайн. Особенно мизинчика, ведь он переливается просто волшебно. И камера этого не передает. И как итог, срез кутикулы перед покрытием не является обязательной процедурой для качественной носки. Надеюсь, видео было полезным и понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии, можете поставить дизлайк или сделать репост. Не переключайтесь, дальше больше. Пока-пока.